Шамати, статья 37, статья о Пуриме. Разберемся в смысле событий, о которых рассказывает Мегелат Эстер. Первое. Написано, после этих событий царь Ахашверош возвысил Амана. Что означает, после этих событий, после того, как Мардыхай спас царя, было бы разумно, чтобы царь возвысил Мардыхая. Почему же сказано, что он возвысил Амана? Второе. Когда Эстер говорит царю, потому что проданы мы, я и народ мой, то спрашивает царь, кто это и где он, осмелившийся на такое, как будто царь ничего не знает. Но ведь написано, что он сказал Аману, серебро это дано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно. И получается, что царь знал о продаже. Третье. Что означает поступали по воле каждого? Объясняют мудрецы, что это значит по воле Мардыхая и Амана. Но известно, что там, где написано царь, подразумевается творец, властитель мира. И как возможно, чтобы творец исполнял волю грешника? Четвертое. Написано. И узнал Мардыхай обо всем, что делалось. Как будто только один Мардыхай знал. Но ведь перед этим говорится, а город Шушан был в смятении. И получается, что весь город Шушан знал об этом. Пятое. Написано. Потому что указа, написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя отменить. И как же потом был издан другой указ, который отменял первый? Шестое. Почему сказано мудрецами, что обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мардыхая? Седьмое. Сказано, что питье шло чинно, как полагается по закону. И что значит по закону? Объясняет Раби Ханан. Это значит по закону Торы. А закон Торы указывает, что пища должна преобладать над питьем. И для того, чтобы понять все это, нужно прежде выяснить, кто такие Аман и Мардыхай. Как объяснили мудрецы, что поступали по воле каждого, значит по воле Амана и Мардыхая. Желание Мардыхая называется законом Торы, при котором пища преобладает над питьем. А по воле Амана, наоборот, питье преобладает над пищей. И спрашивается, как же возможно, чтобы трапеза шла по воле грешника? И дается на это ответ. Шло питье чинно, без принуждения. То есть питье было необязательным, без принуждения. И так объясняют мудрецы сказанное. «И закрыл муше лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца». Шмот. «Закрыл муше лицо свое» означает, что удостоился видеть Творца. Ведь именно когда не нуждается человек в наслаждении, то есть может сделать на него экран, тогда разрешается ему его получить. «Потому сказано, послал я помощь герою». Псалом 89. А герой тот, кто может идти путями Творца. И такому Творец помогает. Поэтому написано, что питье шло чинно, как полагается по закону. То есть не было принуждения. А это означает, что не нуждались в питье. Но потом, когда уже начали пить, то потянулись к питью. То есть пристрастились к нему и стали в нем нуждаться. А иначе не смогли бы двигаться вперед. И это называется принуждением и отменой подхода Мордыхая. «Потому сказали мудрецы, что это поколение обречено на погибель, потому что наслаждались трапезой того грешника. А если бы принимали питье без принуждения, то не отменили бы волю Мордыхая, выражающую подход Исраэль. Они же позже пили по принуждению и потому сами обрекли на гибель закон Торы, означающий Исраэль. И в этом смысл правила. Пища должна преобладать над питьем. Ведь питье означает раскрытие света Хахма, которое называется знание. А пища – это свет Хасадим, то есть вера. В этом суть двух царских стражей, Битана и Тереша, замысливших поднять руку на властителя мира. И стало известно об этом Мордыхаю. И расследовано было это дело. И обнаружено, что это так. И не сразу. Нелегко далось расследование, и стало Мордыхаю все известно, а только после большой работы раскрылся ему этот порочный замысел. И когда раскрылось ему это с полной ясностью, повесили тех обоих на дереве. Когда раскрылось ощущение всего этого порока, тогда повесили их, то есть устранили подобные поступки и желания из этого мира. После этих событий означает, после всех стараний и усилий, которые приложил Мордыхай. Для этого расследования и хотел царь наградить Мордыхая за его работу. За то, что работал лишьма, лишь ради Творца, а не для собственной пользы. Но, как правило, человек не может получить то, в чем не нуждается. Ведь нет света без клей. А клей – это желание. А если Мордыхаю нечего, ничего не нужно для самого себя, как возможно ему что-то дать? И если бы царь спросил Мордыхая, чем наградить его за работу, то ведь Мордыхай праведник и работает только ради отдачи. Он не ощущает никакой потребности подниматься по ступеням вверх, а довольствуется малым. Царь же желал дать ему свет хохма, исходящий из левой линии, а работа Мордыхая была только в правой линии. И что же сделал царь? Возвысил Амана, то есть возвеличил левую линию, как сказано, и поставил его над всеми министрами и дал ему власть. И все служители царские преклоняли колени и падали в ниц пред Аманом, ибо так повелел о нем царь, наделив его властью. И все согласились с этим. Опускание на колени означает признание власти над собой, потому что путь Амана в работе нравился им больше, чем путь Мордыхая. И все иудеи в Шушане приняли власть Амана, потому что трудно им было понять суждение Мордыхая. Ведь всем понятно, что работа в левой линии, которая означает знание, легче идти путем Творца. И спрашивали Мордыхая, почему ты переступаешь повеление царя? А когда увидели, как стойко он держится на пути веры, то впали в смятение и не знали, с кем правда. Тогда пошли они к Аману, чтобы узнать от него, с кем правда. Как написано, рассказали об этом Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мордыхай. Так как сказал он им, что он иудей, а для иудея пища должна преобладать над питьем, то есть главной быть вера. И в этом вся основа иудея от слова Ихуд, единение с Творцом.